В 45-е рябинка, ягодка опять. Под таким нетривиальным девизом планируется провести юбилейные торжества в Видновской начальной общеобразовательной школе прогимназии. К ним планируется привлечь в том числе и выпускников. Родителям дали квартиру, вот здесь в белых домах, 6-й дом. Ну и от алюминиевого завода этот сад построили и ходили по этому сюда. И школы еще не было. Это было только открытие, можно сказать, первый выпускник. В Видновской прогимназии устраивать праздники любят и умеют. На 45-летие начала работы учебного заведения планируют сделать своеобразное домашнее торжество, что называется для своих. Впрочем, всеми подробностями организаторы делиться не спешат. Все секреты не хочется раскрывать. Мы хотели бы пригласить выпускников, которые уже окончили, которые что-то уже достигли в своей жизни. И хотелось, чтобы они поделились своими. Каких у них впечатлений остались о прогимназии? Ну а так у нас концертная программа и там небольшой сюрприз. Помимо 45-летия начала работы детского сада, будет отпразднован и 20-летний юбилей начальной школы. Именно тогда учебное заведение получило статус прогимназии, присвоенной Российской академии образования. В конце 90-х это был смелый эксперимент, который пришелся по душе прежде всего детям. Это было хорошо, знаменательно. То есть, опять же, даже практически в том же помещении я и начал учиться после детского сада. И вот этот переход для ребенка, он, опять же, обычно где-то стрессовый. Для меня это было очень замечательно. Я думаю, что как раз именно это родители и планировалось. То есть адаптация была просто идеальная. Новое учебное заведение стало экспериментальной площадкой для инновационной образовательной программы начальная школа 21 века. Лариса Токарь была свидетелем становления прогимназии. Здесь, в прогимназии, я первый класс взяла 20 лет назад. Вот именно это помещение, это как раз где оказались первые наши ученики, когда открылась школа. Чуть больше двух недель остается до праздника. Репетиции проходят в свободное от основной работы время. С днем рождения прогимназия! Проведение праздника намечено на 14 декабря. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.